Здравствуйте! В эфире программа «У Книжной полки» и её ведущая Наталья Казанцева. «Святых на небесах не счесть, но не все их имена сохранились в истории. Ведь сколько безвестных мучеников пострадало за Христа в первые века христианства, а сколько их, неизвестных для нас, было уничтожено в России в XX веке. Но все имена святых записаны на небесах. Поэтому вслед за праздником Пятидесятницы, когда мы вспоминаем сошествие Святого Духа на апостолов и празднуем образование Святой Церкви, мы прославляем Собор всех святых от века Богу угодивших. Каждый из них прошёл свой путь ко Господу. И мы, принявшие в таинстве крещение имя того или иного святого, призваны также последовать за Христом. Для этого нам надо научиться жить так, как жили святые, как жил Христос. И потому нужно читать Евангелие и Жития святых. Рассказы о жизни святых мы находим на страницах различных патриков, прологов, синоксарий и других агеографических сборников. А для детей издаются специальные книги, в которых Жития святых представлены очень кратко, доступно для усвоения. Примером тому послужит книга, выпущенная в свет издательством «Отчий дом» в серии «Православная детская библиотека». Она называется «Драгоценные камни веры». В этой книге собраны интересные и поучительные рассказы из жизни святых от первого века христианства, когда жил и проповедовал апостол Павел, до начала XIX столетия, когда русская земля освящалась подвигом преподобного Серафима Саровского. Короткие, подчас драматические истории дают читателю возможность проникнуться истинным духом христианской любви и всепрощения, прикоснуться к традиции православного подвижничества, которая остаётся неизменной более двух тысяч лет. Книга снабжена прекрасными иллюстрациями и подробными комментариями, поэтому читатель получит не только духовную пользу и радость, но и знания в области церковной истории. Книга предназначена для семейного чтения и будет интересна как детям, так и взрослым. Открывает сборник рассказ о святом апостоле Павле. Как отмечает автор Святой Павел, или изначально Савву, из преследователя христиан, уверовав во Христа, стал ревностнейшим учеником Спасителя и обратил множество языческих народов разных стран в христианскую веру. За проповедь христианства он был постоянно гоним, его сажали в тюрьму, а в 1967 году он претерпел мученческую кончину. Церковь причислила его к лику святых и чтит память первоверховного апостола Павла 12 июля. Господь наделил святого Павла великим даром слова и даром чудотворений. Об одном из них и повествуется в рассказе «Чудесное спасение». Здесь вспоминаются последние дни жизни святого апостола, когда его, как пленника, везли на корабле в Рим, на суд Кесаре. И поднялся сильный шторм, но по молитвам святого всем удалось спастись. Следующий рассказ называется «Смерть апостола Иакова». В нем наглядно представлена истинность слов, которые сказал Спаситель своим ученикам. «Если меня гнали, будут гнать и вас». Как повествует автор, после вознесения Спасителя на небо его ученики, апостолы, разошлись по разным странам для проповеди Святого Евангелия. В Иерусалиме остался лишь апостол Иаков, брат Господень. Он был епископом Иерусалимской Церкви. Народ с большим уважением относился к святому апостолу и прозвал его праведным. Но книжники и фарисеи с недовольством смотрели, как росла и крепла в Иерусалиме вера христианская под мудрым управлением апостола. Они решили погубить его. И когда наступил праздник Пасхи Иудейской, и в Иерусалиме собралось множество народа, они смогли осуществить свой план. Апостол Иаков принял мученческую кончину в 63-м году, о чём и говорится во втором рассказе. Далее следует рассказ «Апостол любви», прочитав который, дети поймут, почему святому Иоанну Богослову дано такое высокое имя. Из Евангелия мы знаем, что апостол Иоанн был избран в ученики самим Иисусом Христом, любимый ученик Спасителя. Он по его завету был охранителем Божией Матери до самого её успения. Им написано Евангелие, три послания и откровения, апокалипсис. За дар слова он получил прозвание «Богослов». А апостолом любви его называют, потому что он непрестанно повторял своим ученикам. «Детки, любите друг друга». По словам автора, много селений и городов исходил апостол Иоанн, проповедуя Слово Божие, обращая ко Христу бродивших во тьме язычества. И когда вернулся в город Ефес, с великой радостью был принят местными христианами. Однако узнав, что один юноша, просвещенный крещением, не утвердившись в жизни христианской, стал атаманом разбойников, апостол Иоанн огорчился. И не раздумывая, и не заботясь о своей участи, он отправился искать этого юношу. А чем всё закончилось, вы узнаете из рассказа «Апостол любви». Следующий рассказ, который называется «Как купец сам себя обманул», переносит нас в IV век на остров Кипр, в то время, когда архиепископом города Тримефунта был святитель Спиридон. Как повествует автор, он был бессребренник и вел жизнь угодную Богу. Часто приходили к нему люди за советом и помощью. И для всех Спиридон находил слово ласки и утешения. Ко всем приходил на помощь. Жил в Тримефунте и богатый купец, который вел обширную торговлю. Случалось, что ему нужны были деньги для больших торговых оборотов, и он брал в долг у Спиридона. Когда же он приносил деньги обратно, Спиридон никогда не пересчитывал их и просил купца лично положить деньги в ковчег, из которого он брал. Много раз купец занимал таким образом золото у Спиридона и всякий раз добросовестно возвращал ему долг. Дела торговли шли хорошо, и купец сильно разбогател. Но случилось однажды, что, принеся долг Спиридону, купец не удержался от соблазна и не положил золото в ковчег, а утаил его у себя, обманув Спиридона. О том, что случилось далее, дети узнают, прочитав этот рассказ, который для многих сможет стать очень поучительным уроком. В рассказе «Слепой» говорится о двух святых братьях, Косме и Дамиане, которые жили в нескольких верстах от Рима, в лесу, в небольшой лачушке. Автор пишет, «Родом римляне, воспитанные в христианстве, они раздали всё имущество своё нищим. Посвятив себя Богу, братья оставили шумный Рим и удалились в уединённое место. Но недолго оставались Косма и Дамиан в уединении. Вскоре разнеслась весть, что они обладают даром молитвы, и что по молитве их Господь исцеляет всякие недуги. И вот, каждый день с самого раннего утра стали стекаться к убогой лачушке больные и недужные. Приходили и христиане, и иудеи, и язычники, и все по молитве Косме и Дамиана получали исцеление. А однажды возле дома братьев остановился знатный юноша и попросил исцелить его, так как он ослеп. Но святой Дамиан сказал, что он не может помочь, и только от самого юноши зависит, будет ли он снова видеть. О том, что нужно для этого, читатели узнают из этого рассказа. Рассказ по Завету Христа поведает детям о любвеобильном старце, святом епископе Павлине, который жил в конце IV-го, в начале V века. За сострадание и помощь людям он получил прозвание «милостивый». Он был настолько милосерд, что не пожалел себя и ценой своей свободы выкупил сына одной вдовы из плена. Вызволенный из рабства сын со своей матерью вернулся на родину, а епископ Павлин еще много лет прожил в неволе. Круткий, исполнительный, он приобрел всеобщую любовь и уважение. Много насадил он семян христианства в дикой стране. Сам царь узнал о нем, приблизил к себе и полюбил. Желая отблагодарить епископа Павлина за многие услуги, царь даровал ему свободу и отпустил на родину его соотечественника. К такому милосердию стоит поучиться, чтобы однажды не услышать в свой адрес страшные слова «Суд без милости, не оказавшему милости». Еще один рассказ, о котором также хочется сказать несколько слов, называется «Драгоценные камни веры». Что это за камни такие? Почему о них говорится в житии преподобного Макария Великого? Вкратце мы сейчас ответим на эти вопросы. Преподобный Макарий около 60 лет подвязался в суровой египетской пустыне. Этот славный подвижник получил от Бога дар чудотворения, пророчества и власть над нечистыми духами. Однажды он с особенной целью пришел к монахине Манонии, которая в молодых летах жила в монастыре, вела благочестивую жизнь, предавалась духовным подвигам. Но мало-помалу крупный недостаток образовался у нее. Она полюбила богатство и стала ревностно собирать его для своей племянницы, которую собиралась выдать замуж. Вот преподобный и хотел уворочевать этот тяжкий душевный недуг монахини. Он предложил ей купить два драгоценных камня редкой красоты изумруд и яхонт, на что монахиня с радостью согласилась. Но этими камнями оказались нищие, хромые, слепые, больные и старые люди, которые благословляли имя Манонии, вкушая пищу, купленную на ее деньги. Захотела ли монахиня вернуть обратно свои накопления? Об этом читатели узнают из книги «Драгоценные камни веры». Мы рассказали вам лишь семь историй, которые вошли в эту книгу. Однако на ее страницах их собрано около сорока. Одни святые, о которых повествует автор, хорошо знакомы даже не церковным людям. Это святитель Николай Чудотворец, преподобный Серафим Саровский, великомученик Георгий Победоносец. А другие малоизвестны широкому кругу читателей, тем более нашей юной аудитории, которая только познает мир. Но познавать его надо, используя добрые примеры. А их мы находим именно в житиях святых. Читая рассказы о жизни угодников Божиих, дети не только узнают что-то новое и интересное, но и прежде всего увидят, как святые исполнили в своей жизни заповеди Христовы. И этому они учат нас. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Я на этом прощаюсь с вами, желая, как всегда, приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова